Первый вопрос в главе и сразу о наболевшем. Житель Эркин-Юрта жалуется на серьёзные перебои с водоснабжением. Рашид Темрезов ответил, что в курсе проблемы и замена ветхих сетей, где некоторым трубам уже больше полувека, для органов власти сейчас приоритетная задача. В некоторых населённых пунктах эта работа уже проведена, во многих ещё будет, в том числе в уле Эркин-Юрт. Ваш вопрос мне известен, там у нас порядка километра, да, по-моему? Да, в этом году сдаём. В этом году сдаём. Вот мы сегодня прям записываем ответственный министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Гордиенко совместно с главой администрации муниципального района. В этом году мы сдаём. Там же в Эркин-Юрте в этом году завершится строительство водонапорной станции, а в Эркин-Шахаре до конца 2021 года появится новый водозабор. Следующий вопрос касался мусорной реформы. Жители Эркин-Шахара выразили недовольство тем, что мусор редко вывозится, а цены в квитанции заметно выросли. Глава региона поручил ответственным лицам разобраться в этом вопросе. Я вообще считаю, что жители сельской местности, жители села не должны платить столько же, сколько жители города. Потому что жители села, ну мусора меньше производят, чем жители города. Поэтому я дал поручение о том, чтобы пересмотрели тарифы и чтобы они не были. Вот там для жителя Черкесской, для жителя там Адельхалка одинаково. Ну так не должно быть. Продолжая разговор про Эркин-Шахар, Рашид Темрезов подчеркнул, что уже дал правительству поручение детально изучить вопрос о присвоении поселку статуса моногорода. Это, по словам главы региона, даст импульс к развитию не только этого населенного пункта, но и всего Ногайского района. Это позволит улучшить вообще очень многие вопросы, в том числе и социальной, и инженерной инфраструктуры, ну много чего. Но самое главное, это даст такое развитие и толчок. Даст развитие и толчок административному центру. Это пойдет в район. Район, соответственно, уже все это, ну как мультипликатор на все остальные сельские поселения. Одним из приоритетных направлений дальнейшего развития Рашид Темрезов назвал сельское хозяйство. В частности, садоводство интенсивного типа. Тем более, как отметил глава региона, в Ногайском районе есть все необходимые условия, а бюджет республики готов в этом помочь. Мы очень классную программу запустили по садоводству. И вот здесь я предлагаю в Ногайском муниципальном районе, точно так же, как и в Адейхабрском, и в Прикубанском, возродить то, что было раньше. Это садоводство. И мы, я думаю, что порядка где-то, ну как минимум, начнем с такого пилота, порядка там 30-40 личных подсобных хозяйств, которые полностью выделят бюджет Карачаево-Черкесской республики на поддержку садоводства. Целый блок вопросов касался развития дорожной сети. В частности, по поручению Рашида Тимрезова, в этом году отремонтируют дороги в Иркинхалке, Адильхалке, Иркиншахаре и Иконхалке. Также в Иркинхалке до 1 октября завершатся работы по благоустройству общественной территории. Несколько вопросов бытового характера глава региона поручил решить сразу на месте. И еще раз акцентировал внимание членов республиканского правительства на необходимость чаще выезжать в районы, чтобы выявлять проблемы, которые волнуют местных жителей. Не будет у нас положительных результатов в работе, если не будет обратной связи от населения. Просто это невозможно. И кабинетная работа, она к позитивным результатам никогда не приведет. Поэтому я абсолютно согласен, что руководство к действию своей работы у любого чиновника, высокого уровня тем более, должна быть только исходя из общения с народом, с населением. Завершая встречу, глава региона подарил районной спортивной школе борцовский ковер. А жителей Ногайского района поблагодарил за продуктивную встречу. Исполнение всех поднятых на ней вопросов глава республики взял под личный контроль. Эрнест Чуков, Далиль Мирза, Архиз, 24.